На телеканале Алматы вечерний прайм студия Жархабиева. Здравствуйте! Как нам потребителям правильно выбирать продукты? Стоит ли доверять всем надписям халал и опасны ли для наших детей так называемые лизуны и слаймы? Об этом и о многом другом мы поговорим с Жумашем Сандыкбаевым, заместителем директора филиала Национального центра экспертизы по городу Алматы. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в гости. Так, сейчас магазины буквально ломятся от разнообразия продуктов, производители разные, наши отечественные, зарубежные, этикетки все красивые, везде вроде как написано в состав. Но как правильно выбирать продукты? Есть ли какие-то правила основные? На что стоит обращать внимание? Вопрос, впрочем, такой очень широкий. Во-первых, насчет продукции. Человек, все виды продукции, которые проводятся у нас, имеются на торговле на территории Республики, в любых, я имею в виду, не все в технической торговле, в организованной торговле, в бригадах, они нормируются в первую очередь техническими регламентами. Технические регламенты Таможенного союза, их около 40, по пищевым продуктам, может быть, чуть меньше, они определенным образом нормируют определенные показатели, в первую очередь сразу скажу, что показатели безопасности. Это санитарно-химические, бактериологические показатели, которые определяют, что данный продукт сам по себе безопасен. А насколько качественным он, это уже выбирает сам потребитель. Что это значит? Вот лежит на полке две полки колбасы. Вроде по разной цене. Оба по показателям безопасности технического регламента Таможенного союза, они безопасны. То есть тоже количество токсических элементов не превышает требования нормируемых норм, не превышает микробиологические показатели. Но по составу одна колбаса стоит, допустим, 1800 тенге, а эта колбаса стоит 2500 тенге. Почему? Потому что в этой колбасе, скорее всего, в таком не содержится растительный белок, а именно соевый белок. То есть состав вот этой колбасы, будем так говорить, по вкусовым качествам, он будет ниже. Поэтому в любом таких ситуациях нельзя как выбирать. Каждый, естественно, должен читать состав, разбираться, будет грамотным. Ну и, наверное, смотреть на свои материальные возможности. И, естественно, на материальные возможности. Технический регламент не будет нормировать и не нормирует, потому что содержание, процентное содержание соевого белка, оно нормируется определенными их техническими условиями приготовления. Естественно, не будет влиять на показатели безопасности. Я вот лично сама выбираю чаще ходить за продуктами в супермаркеты. Потому что вот как-то у меня есть больше доверия к супермаркетам, нежели к рынкам. Как часто, насколько часто проверяют супермаркеты и продукты там, и на рынках? Департамент, бывший департамент охраны общественного здоровья, естественно, он проводит какие-то контрольные закупы. И проверяет данные супермаркеты за соблюдением требований технических регламентов. Естественно, больше доверять, конечно, надо в любом случае супермаркетам, потому что в супермаркетах имеются в штате обязательно санитарные врачи. Специалисты, которые проверяют за поставкой продукции, сертификацией продукции, наличием определенных и сроками годности. И при всем при этом, по телевидению вы иногда видите, приваловая ситуация продукции. Все равно есть нарушение. Да, все равно выявляется нарушение. Это как, наверное, и у любой хозяйки дома бывают какие-то обычно что-то недосмотрел. Здесь, наверное, тоже связано определенные виды. Но в любом случае супермаркеты, она обеспечена холодильным оборудованием. Входной контроль у них намного лучше, чем на рынках. В рынках частный предприниматель зачастую даже холодовая цепь как таковая не соблюдается. Мы это видим, естественно, такие ситуации случаются. И в принципе, конечно, эти супермаркеты и были-то в первую очередь открыты, чтобы как-то сбить. Во-первых, наверное, с целью уровень сервиса поднять. И второе, наверное, ценовые все-таки позиции. В супермаркетах намного, ну, если не ниже, то, по крайней мере, не выше рыночных, я так скажу. Я думаю, еще и про безопасность вопрос. О безопасности, конечно, она намного выше. Тем не менее, если выявляют нарушения в супермаркетах, какие чаще всего? Чаще всего, естественно, это нарушение сроков хранения. Нарушение сроков хранения, естественно, плюс есть определенные виды нарушений, которые, может быть, и здесь не совсем вина тех контрольных специалистов, работающих при супермаркетах. Когда именно поставщик, тот же, допустим, продавец молока, молочной продукции Казахстана или импортной продукции, продавцы колбасных продукций или в мясных изделиях, нарушает то требование ГОСТа или требование технического регламента, не будем говорить, тех технических условий, которые они вырабатывают. Ну, наглядный пример такой предупредил. Вот я только что сказал насчет соевого масла. Зачастую при таких вещах нарушается... Ну, это показатель небезопасности, но все равно. Колбаса пишут, что он не должен... Он тот чисто из говяжьего мяса. Ну, естественно, при проведении исследований индивидуальные предприниматели идут иногда на обман. То есть добавляют туда какое мясо? Ну, куриное мясо. Вот когда в большинстве случаев такое продавец встречается при изготовлении пельменей. Фарш он есть, фарш, так, с виду, вы не определите. Да, ну, сложно определить. А чтобы снизить себестоимость, добавляют курицу. Естественно, такие вещи при проведении исследований ДНК мы выявляем довольно-таки часто. И бывают вот такие вещи. Но это не связано, не совсем. Супермаркет, может быть, и не хотел, но из-за того, что допустил такого недобросовестного продавца. Естественно, наверное, они сами уже разбираются. Но к этому индивидуальному предпринимателю и торговому предприятию, уже наши надзорные органы, департаменты, он принимает меры административного воздействия. Причем штрафные санкции, я насколько знаю, довольно-таки очень высокие. А были ли случаи, когда лишали, допустим, лицензии? То есть вообще уходили люди с рынка? Ну, данные не совсем относятся ко мне. То есть не только ко мне, а к нашей организации. Так как Национальный центр экспертизы занимается проведением лабораторных исследований, надзорными функциями не обладает. Допустим, купила я колбасу, пришла домой. Как мне в домашних условиях проверить, насколько она безопасна? Не обращаясь в лабораторию. Если вы посмотрите на российских передачах, я вижу такие очень замечательные вещи, когда они берут несколько видов продукции, контрольную зоку, по-моему, и когда хотят оценить, раскладывают его по нескольку, и допускают какое-то любимое животное, которое разбирается. То есть, естественно, самым основным видом, то есть как можно отличить, это, в первую очередь, внешний вид. Внешний вид, насколько то есть соответствует, он дает. Вода должна быть бесцветная, там, допустим, мясо должно быть красное и так далее. Ну и второй основной – это запах. Запах, он выдает сразу испорченность любого продукта, он дает запах. То есть, если не соответствующий продукт запах, мы даже в дальнейший день некоторые виды исследований даже не делаем. Это три органолептических показателя, которые, в первую очередь, оцениваются при проведении любых лабораторных исследований, а потом уже идем на более сложные, в соответствии с техническими регламентами. Если вдруг я купила в супермаркете ту же палку колбасы, не заметила, ну не обратила внимания ни на запах, ни на цвет, пришла домой, увидела, могу ли я обратиться к вам в центр, чтобы уже привлечь к ответственности, например, производителя? Да, вот зачастую такие вопросы встречаются очень часто в нашей практике. Люди приходят иногда даже, можно так сказать, обижены. Вот почему вы данный продукт не приняли и тому подобное, вот он испорчен, ну всякие... Есть определенные требования, данные вещи, которые расписаны, как мы... Если вы в данном супермаркете купили данную продукцию, возможно, вам стало плохо, или вы потом дома установили, необходимо обратиться официальной жалобой в район управления охраны общественного здоровья или в городского управления, они в соответствии с данным вашим заявлением жалобы обязаны и обязательно выйдут на данные предприятия, проверят всю эту продукцию, которую вызывает сомнения, отберут сами и в соответствии с требованиями нормативных документов, то есть они в количественном отношении необходимо отобрать пробы, плюс есть определенные сроки доставки в течение двух часов в соблюдении температурных условий. Доставят нашу городскую лабораторию, и мы дадим полную оценку, насколько вы... Не думайте, что вот если ваша колбаса была испорчена, остальные бы остались все... Ну, я так колбаса утрежу, что вся остальная продукция осталась в идеальном состоянии. Обязательно найдут и отберут, и обязательно накажут. Ну, в большинстве случаев жители, что вот именно его продукция такая, а наши органы, мол, покрывают. Здесь же есть обратная сторона медали. Обратная сторона медали в ГОСТе не просто так придуманы. В том плане, что, может быть, в данной ситуации невыдерживание температурных условий может испортить данный продукт. И мы можем нанести вред имиджу данного производителя. Производитель, может быть, и не виноват, а может быть, это умышленный подход данного покупателя. Может быть, такая ситуация. И, естественно, ГОСТом эти все вещи обговариваются. Как отобрать, как доставить, и в каком виде доставить, и сколько. Но в целом я слышу, что вы призываете все-таки потребителей сначала обратиться к медикам, к санитарным врачам, не напрямую, да? То есть есть процедура, а потом уже к вам. Здесь, ну, у нас же сакуум, там же как говорится, есть ли вам данный продукт. Я многие же, мы же в инстаграмах много сейчас, в различных случаях. Я видел даже, когда весовой обман они видят и дают там. Колбаса имеет право усыхать. Они дают этим саймом, меняют. Если предприятие считает себя виновным, она обязана поменять вам данный вид продукции или, допустим, вернуть вам деньги. И здесь, по-моему, ничего такого предосудительного нет. А при виноват, если данные выявить, надзорный орган выявит то, что они виноваты, здесь обязательно накажут, они никуда не дедутся. Сейчас популярна халяльная продукция. Стоит ли доверять всем надписям халал? Вообще, данный вопрос меня всегда смущает. Вот у нашей понятии, будем так говорить, халяльная продукция, ну, это все-таки больше в арабских странах выявлен, сделан стандарт халяльной продукции. И он не относится только... Насколько я знаю, у вас меморандум заключен. Нет, 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 я отвечу на ваш вопрос. Что это добавлено свинина или нет. Халяльная продукция, это понятие очень широкое. Какой корм ел, как она содержалась, как содержалась. Если мы в обиходе вообще смотрим на эту халяльную продукцию, содержится она свинину или нет. Наверное, еще там важен вопрос, как забивалось это животное. Ну, здесь, конечно, если кто-то, какое-то учреждение, духовное учреждение, будем так говорить, она присвоила данный стандарт халяль, естественно, она и должна контролировать данный стандарт. Мы технических условиях стандарт халяль как такового не предусмотрим. Единственное, нас интересует его другая сторона вопроса. Какая? Если в рецептуре халяльной продукции не должна содержаться свинина. И там не пишется. Естественно, мы при проведении лабораторных исследований, идентификации проводим не только, кстати, на свинину, там вид проводимых наших спектр ДНК исследований очень широкий, около 10-12 видов. А на что еще проверяете? Ну, да, индюк, там курица, там мясо свинины, плод, да, это и заморских видов, различных видов продукции, ну, в том числе вот этих, как кенгуру и тому подобное. Ну, то там очень много видов исследований в зависимости от данного продукции и данной направленности, естественно, мы эти системы применяем. Ну, наиболее часто, конечно, свинина. И когда мы в данной продукции находим ДНК свинины, естественно, пишем, что он не соответствует не халалу, а не соответствует маркировке данной продукции. Заявленному составу. Да, да. И он, это показатель, опять же, показатель не не обязательств, что эта продукция опасная, нет, она съедобная, но не соответствует указанным своим требованиям. То есть в любом случае производитель обманул. Естественно, это обман покупателя идет, и обман покупателя, вот халяль, вот некоторые вещи. В прошлом году у нас очень много таких видов исследований. Мы проводили и наказывали, не только индивидуально, предприниматель, департамент, в смысле, наказывал. Выявляли нарушение молочной продукции. Причем молочной продукции, когда по жирно-кислотному составу доказывали, что молоко или молочная продукция изготовлена не чисто из молочной продукции, а добавлялась растительные жиры для повышения жирности данной продукции. Это тоже было не показатель безопасности, но вам, как вам сказать, но все равно обман покупателя. То есть это не чисто молочный продукт, а продукт, который растительный жир, он может быть, и который много нашумевшийся, и пальмой маслом может быть. Что касается проверок детских игрушек, сейчас очень активно раскупают, в том числе и мой ребенок, любят всякие слаймы, их называют лизуны. Они имеют такие яркие цвета, ярко выраженный запах, в основном какие-то фруктовые. Насколько они опасны? Ну, по игрушкам мы проводили, да, конечно, около 60 видов продукции, по-моему, по прошлом году проводили исследования, большинством этих продукций были все-таки наши соседи, китайского производства. Несоответствия выявлялись. В основном несоответствия идут по маркировке данной продукции. Каждая игрушка, определенные требования к маркировке выставляются там. До стольки лет должны, то есть до двух лет или более. Не должны быть острые края, ну, тому подобное. По тем видам большинства у нас идет несоответствие, вот не только по... и по запаху. По запаху они несоответствия находили. Но в том варианте, который все-таки случается, по-моему, одно из наших филиалов было с большим, или в Киргизии, каким-то большим содержанием формальдегидов было. Но это очень редкость. Но бывают такие случаи, когда идут какие-то вредные вещества. Ну, в нашей практике в прошлом году и таких обнаружений не было. Но один есть нюанс. Отбор наши надзорные органы все-таки делали в супермаркетах и крупных производителей игрушек, вот этих специализированных учреждениях, будем так, в магазинах. На рынках, как и таковых, отборы не проводить. Эти слаймы продают и в супермаркетах. Поэтому я вам просто сразу, у многих, когда приходили наши национальные центры, все время еще удивлялись, почему так иногда бывает мало находок таких. Ну, хотелось бы. Любой лабораторный работник, когда находит какое-то несоответствие, мы радуемся, да, что-то мы нашли, может быть, что-то огородили, какой-то вид продукции о дальнейшей реализации. Но, я говорю, рынки мы не охватываем. И все-таки запах должен настораживать. Конечно, это любого вида продукты, не обязательно игрушек. Это касается в том числе и вот этих мебелей, которые покупают. Были ситуации, когда крупный банк, по-моему, у нас тоже проводил оценку соответствия своей мебели, проводили исследование, говорит, вот купили, а воняет. Ну, действительно, было бы повышенным содержанием формальдегид, но уже распечатанную мебель, мы уже были вынуждены у них закрывать помещение и проводить замеры в их кабинетах. И находили данные, естественно, они уже предъявляли требования поставщикам. Это запах основной вид, потому что тех полимерных материалов, игрушек, формальдегид, фенол, он стаёт такой резкий, тем более являются они ядами же, они очень при большом содержании. Чаще всего на организм как влияют эти запахи? С какими жалобами? Токсические вещества, они на то и являются ядами, естественно, они поражают. Весь организм, естественно, первую очередь, дыхательную и дальше. Ничего приятного от этих веществ нет. Естественно, ну, нервную систему, дыхательную систему. Раз уж мы говорили о детях, о безопасности, насколько я знаю, ваш центр занимается ещё и проверкой, ну, скажем так, вакцин. Нет, нет. Вакцины всё-таки относятся к лекарственным средствам. И, естественно, оценку, есть такой национальный центр экспертизы именно по лекарственным средствам. Оценку вакцин, я не знаю, они ли дают, по-моему, оценку, насколько точно я сейчас даже боюсь, но области аккредитации нашего центра он не относится. Но по вакцинам много сейчас главный государственный санитарный врач республики от периода роста гриппа выступал. Я как санитарный врач, окончился в Карагандинском медицинском институте ещё в 1985 году, сразу многие родители даже сомневаются, вакцинироваться. Мне всегда это непонятно, потому что человечество ничего другого не придумывало по защите не только так, а особо опасные инспекции, чума, они остановили только благодаря вакцинации. И так легко относиться к вакцинации, допустим, кори, коклюша или гриппа – это неправильно. И матери, которые так просто медвежью услугу своим детям оказывают, потому что любой ребёнок уже, если он встретится с какой-то заражённым ребёнком, он будет беззащитный. А так он может перенести намного проще. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Я надеюсь, что качество наших товаров будет увеличиваться, количество заболевших будет уменьшаться в нашей стране. Спасибо вам большое. Ну, пожалуйста. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok